Уже год взаимодействует Вологодский храм Рождества Богородицы, что на Нижнем Долу и учебный центр Меридиан. Совместно проводятся беседы о православных традициях русского флота, о святых покровителях воинства и мореходов. А в эти летние дни юные воспитанники Меридиана отправились в свое первое водное путешествие. И, конечно, такое ответственное дело не обошлось без молитвы. Батюшка благословил юных моряков и команду, окропил святой водой все помещения теплоходов Байкал и Баргузин. Учащиеся детского центра Меридиан с волнением выстроились на палубах учебных теплоходов. Они вот-вот отчалят в длительный поход по реке. Для многих он первый, и ребята, и их родители, что собрались на берегу, очень переживают. Поэтому руководители центра, чтобы путешествие ребят было удачным, пригласили священника благословить их в путь. Отец Александр рассказал ребятам о водных путешествиях Иисуса Христа и о том, что его помощники, апостолы, были рыбаками, и жизнь их была тесно связана с водной стихией. И разъяснил, что он будет делать и для чего. На благословение в путешествии по водам читается молитва о том, чтобы и с вами незримо пребывал Господь, чтобы ваше путешествие было благополучным, чтобы и на вашем пути не встречались бури, а если встречались, то уходили быстро и незаметно. И лишь только завидев вас и завидев того, кто путешествует вместе с вами. Об ангеле-хранителе о благополучном путешествии будет совершена молитва. Есть народная пословица, которая говорит, собрался в путь – молись, собрался на море – молись дважды. Подразумевается, что вода – это особая опасность. Вот сегодня мы и помолились, чтобы этих опасностей на пути было меньше, и чтобы путешествие было благополучным. В течение учебного года в Меридиане ребята обучаются азам морских наук. Вяжут сложные морские узлы, учат, как подавать сигналы с помощью флажного семафора, проходят историю российского и зарубежного флота. А летом отрабатывают навыки в учебных плаваниях. Надежда Верба отправляет в путешествие сына. Это его первый поход, но после благословления священника она чувствует себя намного спокойнее. Без батюшки сейчас вообще невозможно. У нас же страна православная. Это, конечно, обязательно нужно для молодежи, для юного поколения. Традиция российского русского флота. В учебных походах ребята сдают зачеты по тем предметам, которым обучались, и несут вахты. Экипаж делится на два отделения, где в каждом отделении есть свои командиры. Ребята несут вахты по ходу движения теплохода в рулевой рубке. Так вахта у трапа, вахта кубрик, то есть смотрят, чтобы порядок был, где ребята живут. Вахта на кампузе, то есть чистят картошку. Вахта палуба, где следят за тем, чтобы всегда не была чистота, порядок и не было воды после дождя. 20 ребят по 10 на каждом теплоходе отправились по маршруту Вологда-Шера, Сокольский район. Их путешествие продлится 12 дней. Затем в поход отправится другая группа. И они уже по традиции вновь ждут отца Александра, который благословит ребят в дорогу. Продолжение следует...